Всем добрый день! Рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня у меня обзор вот такой совсем маленькой крохотной коробочки, в которой находится средневековая шлюпка от «Звезды». Коробочка действительно маленькая, сейчас я даже померю размер, но это не ради прикола или еще чего-то, чтобы вы действительно поняли ее размер. То есть вот она, всего 14 сантиметров, ну вот, не знаю, с ладошку, ничего не весящая. В ней не находится средневековая шлюпка, логично. Со всех сторон тут ничего интересного нету, кроме вот этой. Здесь «Звезда» как бы всегда рекламу дает, какие еще у нее есть продукции всевозможных старых парусных судов. Ну и само как бы сзада, вот собранная модель, фотография собранной модели. Изготовлена ноябрь 2015-го. То есть, в принципе, должна быть, ну, такая свежая модель, скажем, должно быть хорошего качества. В чем прикол вообще всей этой коробочки и почему я себе ее взял? Я, как и многие, наверное, моделисты, не обращал на нее внимания. Я вообще не понимал прикола, зачем мы ее выпустили, пока не столкнулся с одной вещью. Мне нужна была лодка, диоремная лодка для моей будущей диорамы с рыбаком. И вот, как бы это ни было странно, вот эта шлюпка больше всего для этого подходит. Несмотря на то, что она в 72-м масштабе, свою длину она имеет 8 сантиметров. 8 сантиметров в 72-м масштабе – это где-то примерно 6 метров. То есть, это 6-метровая шлюпка, где, видимо, находится 8 или 9 человек. Но ее плюсом является вот этой маленькой коробочке и вот этой незаметной модели, то, что ее можно использовать и в 35-м. Потому что в 35-м 8 сантиметров – это около 3-х метров длина, как бы, в реальности. То есть, 2,8 что ли. То есть, это реально полноценная там рыбацкая лодка или еще какая-нибудь. То есть, для диорам в 35-м масштабе она, мне кажется, подходит очень хорошо. Ну и цена у нее смешная, естественно. Просто нужно немного там будет работать, кому как. Я, например, просто не буду ставить вот этот парус. Ну и с веслами надо посмотреть, что там внутри, нужны они будут или нет. Давайте откроем у тебя коробочку и посмотрим. То есть, вот такую вот интересную находку я для себя нашел, что дешевая лодка деревянная может использоваться в двух масштабах. Я уже открывал модельку, чтобы проверить, ну, вообще целостность. Так она вот сюда на пломбах была заклеена. И, в общем-то, вот и все. Большое место занимает вот эта вот макулатура. Ну, давайте сперва посмотрим литнички поближе, я покажу. Ну, это вот основание с веслами. Ну, от весла я вижу, скорее всего, если под 35-й масштаб, то нужно будет немного переделывать. Вот здесь само как бы то, чем гребется. Ну, облоев вроде никаких не видно. И вот эти все отлиты нормально, как бы, ячейки. То есть, все, как мне кажется, довольно хорошо на первый взгляд. И вот беда, как бывает, это на всевозможных таких круглых цилиндрических деталях. Бывает несостыковка пресс-форм, но вроде тут как бы нормально. В конце, естественно, уже все посмотрим фотографии. Ну, и вот второй литник. Это, собственно говоря, еще весла, два борта, гарпун. Вот есть гарпун, руль. То есть, вот и все, наверное. А он еще бочка какая-то. Ну, могу сказать, что борта отлиты хорошо тоже. На этом есть, как бы, ну, расшивка всяк. Ну, в общем, имитация дерева. Все это есть, все присутствует. То есть, вполне хорошая модель. Не надо недооценивать такого маленького карапуза. Ну, и мы с вами видим, что действительно до 32-го масштаба. Ну, вот она где-то спалит мой. То есть, может подойти, как обычная лодка. Больше ничего приметного для, ну, как бы, имитации рыбацкого, рыбацкой лодки обычной. Никакого-нибудь там, траулера или еще что-то. А просто обычной такой рыбацкой лодки, на которой у нас рыбаки, ну, и у вас ходят на рыбалку, выплывают. Где-то он сидит вдвоем, так поджав друг к другу колени. Мне кажется, очень подойдет. Ну, и давайте посмотрим дальше макулатуру. Ну, это, как всегда, неинтересно. Ух, на такую маленькую лодку. И вот такая вот сборка. Прям видно все. Напечатали, конечно, от души. Каждую детальку можно увидеть. Собственно, я даже и не знаю, что тут рассказать. Сделана в России спасательная шлюпка. Даже есть какая-то справка. Про нее можно почитать, кому интересно. Вот сама сборка в шесть этапов. Давайте вот так, а то она даже в камеру не помещается. Шесть этапов и два варианта сборки. Вариант один это, видим, когда она сложенная вот все, и парус, и весла. И вариант два это, когда она уже непосредственно на воде. Кстати, вот есть подставка. К ней еще подставки. Да-да-да, вот. Она еще может просто поставиться на подставку. Интересно. Я думаю, просто лодка и лодка. Хочу обратить внимание ваше, то, что нитки в комплект не входят, написано. И вот написано, как, ну, очень нарисовано, как вязать все эти нитки, эти морские узлы, кто не знает. И вот тут еще все по ниткам. Почему-то, кстати, почему такой акцент они делают, что не входят нитки в комплекте. Они вот рекомендуют связывать тонкой нитью детали. Тринадцать, это, видимо, весла. А, ну да, вот. То есть немножко, ну, доработать нужно будет с самим. Ну, а так все очень, не знаю, подробно написано, расписано. Даже вот углы, как выставить правильно парус. Я видел в интернете, кстати, люди некоторые срезают этот парус и делают его полноценным, вот как вот здесь на картинке, вот таким. Ну, больше ничего интересного нет. У кого-то по сборке. Вот три цвета. Рекомендуют на всего три цвета. Белый, черный и древесный. Если вдруг кто-то еще хочет купить себе такую шлюпку, но не имеет, не знает, какие цвета нужны, то вот эти. Хоп, покупайте. Белый, черный и древесный. Ну, вот. На этом, наверное, вот этот маленький скромный обзорчик я закончу. В конце смотрим, конечно же, фотографии. Ну, блин, макулатура, конечно, больше, чем сама коробочка вот эта. Я думаю, вам понравился. Нашли для себя что-нибудь полезного из этого видеоролика. Мне лично для себя полезно то, что модельку, которую я недооценивал, в итоге я ее купил и буду пользоваться. Потому что ничего другого, оказывается, нету, а ее можно использовать аж в целых двух масштабах. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok